Польский адвокат Рафал Рогальский представляет интересы некоторых семей, чьи родственники погибли в авиакатастрофе под Смоленском в апреле прошлого года. 12 января он раскритиковал доклад Межгосударственного авиационного комитета России о главных причинах крушения самолета. Согласно документу, одной из возможных причин падения Ту-154 с польским президентом на борту называется «психологическое давление», которое оказало на экипаж присутствие в самолете высокопоставленных чиновников, включая главнокомандующего ВВС Польши. «Меня шокировал доклад, который представил Российский межгосударственный авиационный комитет. Я думаю, что он не соответствует действительности, что это абсолютный скандал. Учитывая то, что российская прокуратура всё ещё продолжает расследование самыми главными и самыми интересными для себя и для польских следователей, я считаю выводы, которые представит «Польская военная прокуратура». Мы ждём от них правдивой картины. Месяц назад российская сторона направила свой доклад Польше, а 12 января обнародовала окончательный вариант документа. Согласно отчёту, основной причиной крушения стало решение экипажа приземляться, несмотря на плохие метеоусловия. «Что касается расследования, то семьи хотят правды, хотят установить причины катастрофы, а не услышать доводы исключительно одной стороны, без учёта аргументов, связанных с ответственностью российской стороны». Авария лайнера, на котором находился президент Польши Лех Качиньский со своей семьёй, а также 94 других высокопоставленных государственных чиновников, произошла под Смоленском 10 апреля. Доклад российского межгосударственного авиационного комитета вызвал новую напряжённость в отношениях между Польшей и Россией.